Хорошо, подпишитесь, пожалуйста, если всё у нас хорошо. Да, всё отлично. Хорошо, тогда с вами начнём сегодняшний наш вебинар. С вашего разрешения я представлюсь. Меня зовут Гребенюков Сергей Геннадьевич, являюсь я методистом Центра лингвистического образования и Затем Сопросвещения и Дакции немецкого языка. Сегодня мы с вами пообщаемся на тему эффективных методов и технологий обучения немецкому языку как второму иностранному. Плюс мы затронем с вами такую важную программу, как составление рабочих программ, ну и вообще в принципе на что нужно, на чего нужно отталкиваться, что нужно учитывать при составлении рабочих программ, вот в частности к предмету по второму иностранному, то есть немецкий, второй иностранный язык. Также в рамках нашего сегодняшнего вебинара мы затронем с вами и некоторые аспекты в принципе преподавания, то есть технологии обучения немецкому языку как первому и как второму иностранному. Ну, пожалуй, начнем с вами с Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, который был утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года. Ну и согласно данному документу, значит, в учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы. То есть, ну вот, всю, так сказать, палитру обязательных учебных предметов вы видите, среди них у нас есть раздел «Иностранные языки», «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». То есть это значит, что на сегодняшний день, то есть вот именно на сегодняшний день, да, то, с чем работают все учителя, второй иностранный язык является обязательным на уровне 5-9 класса, то есть основное общее образование. Также мы вот в данном вопросе опираемся на письмо Министерства образования и науки Российской Федерации вот 17 мая 2018 года, письмо об изучении второго иностранного языка, согласно которому также второй иностранный язык входит в перечень обязательных предметов вот на уровне 5-9 класса. Но вы знаете, что вот так было, так сказать, до недавнего времени и совсем недавно у нас было опубликовано письмо немножечко, так, вот оно, данное письмо, значит, было опубликовано, даже разослано письмо руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, значит, от Министерства просвещения было, значит, направлено вот следующее письмо, согласно которому подтверждается внесение изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования, то есть в данном документе будут конкретизированы требования к предметным результатам по годам обучения, а также модулям, структура, но что для нас важно, в данном документе будет отображен один обязательный предмет, это иностранный язык, то есть предметная область иностранный язык. Второй же иностранный язык, он может быть включен в учебный процесс, но, так сказать, по усмотрению непосредственной организации, самой учебной организации, либо образовательной организации, либо учителей, либо родителей непосредственно конкретного ребенка. Данные изменения, вот согласно данному документу, согласно данному письму, эти изменения вступят в силу 1 декабря 2019 года, соответственно, и затронут они весь учебный процесс, уже непосредственно вот, ну, в новом учебном году нужно будет, так сказать, работать в соответствии с новыми требованиями, которые будут регламентированы со стороны ФГОС основного общего образования. Ну и, значит, также я хотел бы упомянуть, что при обучении немецкому языку, как первому иностранному, да и в принципе любому иностранному языку, неважно какому, первому или второму, конечно же, все образовательные организации основываются, опираются и используют в своей деятельности те ресурсы, те учебники, которые находятся в федеральном перечне учебников, который был обновлен и опубликован 28 декабря 2018 года. Ну и, согласно данному перечню, по немецкому языку у нас есть две линейки. Значит, первая линейка, я буквально коротко расскажу, все-таки о ней тоже затрону, это немецкий язык, первый иностранный, Вундеркинде Плюс, кто-то по ней уже работает, кто-то с ней только знакомится. Ну вот, это наша новая линейка, полностью завершенная линия 2-й и 11-й класс, вот как раз-таки предназначена для изучения немецкого языка как первого иностранного на двух уровнях, базовый и углубленный уровень. Начальная школа поделена на разделы, так называемые страны. Вот на первом слайде вы видите один из таких разделов, то есть это очень красочные развороты, которые непосредственно понравятся младшим школьникам, плюс здесь очень, так сказать, красочно представлены не только какие-то тексты, либо какие-то задания на аудирование, но и также грамматика, лексика, то есть все это представляется вот в такой ненавязчивой игровой форме. Ну и вот первая страна, так называемая Fantasyland, содержит материал, направленный на формирование и развитие коммуникативных умений в области продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности. То есть здесь, в данном именно разделе, ребята учатся чтению и аудированию, ну, устная, письменная речи, а также расширяют свой словарный запас. А следующий раздел называется у нас Wörterland, страна слов. Ну, непосредственно те слова, или те лексические единицы, с которыми ребята познакомились в предыдущем разделе, в предыдущей стране, здесь они эти слова уже непосредственно отрабатывают в всевозможных упражнениях, заданиях и так далее. Плюс также тренируется и фонетическая сторона. Идем далее. Следующая страна у нас называется, или раздел называется Taintland, страна размышлений. Задания данного раздела направлены на пошаговое формирование и развитие базовых универсальных учебных действий. То есть это также одно из требований, которое непосредственно, так сказать, должно быть учтено в образовательном процессе и регламентировано федеральным государственным образовательным стандартом. Так, вот у нас тут пишут, что звука нет. Скажите, пожалуйста, у всех нет звука? Если только у вас, то вы можете обновить страничку, и звук должен появиться. Так, хорошо, тогда просто обновите страничку, и звук появится. Так, ну, хорошо. Идем далее. Следующий раздел – это у нас Ванда Ланс, страна путешествий, то есть направленная на поддержание принципа дифференциации. Плюс здесь, в данном разделе, реализованы и, так сказать, поддержание, развитие познавательных мотивов школьников. Школьникам предлагается познакомиться с какими-то непосредственно реалиями, реалиями Германии, а также и с информацией страноведческого характера, то есть не только страны, изучаемого языка, но и непосредственно России. Далее, вот на данном слайде вы видите линейку, опять же, это мы продолжаем с вами в Вондерке НД+. Пятый и девятый класс – это средняя школа, основная школа, немецкий язык как первый иностранный, опять же. Учебник данный рассчитан от 3 до 6 часов в неделю, в зависимости от того, на каком уровне изучается немецкий язык. Значит, данный, начиная с пятого класса, опять же, в данной линейке учитывается дифференцированный подход к обучению, то есть если же, грубо говоря, у вас 3 часа в неделю, то, соответственно, ряд тех заданий, ряд дополнительной информации, которая помечена, вот вы видите, вот таким вот знаком вверху, то есть эта информация, она тогда просто выбрасывается из учебного процесса, потому что она предназначена для изучения немецкого языка на углубленном уровне. То есть вы просто эти странички с таким знаком пролистываете, либо, если, так сказать, есть какая-то необходимость затренировать этот или иной материал, можно туда взять что-то в качестве домашнего задания, либо непосредственно какого-то индивидуального задания каждому или конкретному ученику, учащемуся. Плюс, начиная с 9 класса, в данных учебниках реализована подготовка, целенаправленная подготовка к УГЭ. Есть непосредственно разделы, направленные на какую-то там, так сказать, разделы, непосредственно направленные на подготовку к УГЭ. Вот вы видите здесь несколько страничек из учебника. То есть это прям вот после каждой второй главы такой раздел тренировки вот данного типа, данного вида экзаменационной работы. Плюс в самих главах, в самих разделах содержатся задания, которые выполнены, подготовлены в формате УГЭ. То есть учащиеся не только тренируются вот в отдельных этих разделах для подготовки к УГЭ, но и вообще в принципе в процессе изучения всего материала. Так, далее. Ну и 10-11 классы. Здесь у нас, опять же, два уровня. Это базовый уровень и углубленный уровень. Обратите внимание, вот в левом верхнем углу вы видите различия, то есть имеется значок справа, да, который означает, что данная лекция, штунда, фия, это вот как раз-таки тот материал, который предназначен для углубленного изучения. Для базового уровня такого значка нет. Начиная с 10-го класса, 10-11 класс, в данных учебниках реализована подготовка к единому государственному экзамену. После каждой второй главы содержится раздел подготовки к ЕГЭ, вот он называется «Priefungs for Berighting», да, и здесь вот учащиеся могут отренировывать, вырабатывать стратегию выполнения экзаменационных заданий, аудирования, чтения, письменная часть и так далее. Плюс вот данные вообще в принципе разделы могут быть также использованы и в случае, если, например, учащиеся изучают немецкий язык как второй иностранный, но тем не менее они планируют там сдавать единый государственный экзамен, такое тоже случается, поэтому в принципе можно брать информацию, плюс вот в данных учебниках очень удобно выписаны лексические единицы, то есть в начале каждой главы, к каждой теме, там, я не знаю, какая-нибудь тема Шуля или еще что-нибудь, вот в начале главы всегда имеется список, так сказать, словарного минимума. Ну и теперь мы перейдем к нашей линейке горизонты, второй иностранный язык. Я думаю, что все те, кто преподает немецкий как второй иностранный, наверняка знакомы с данной линейкой, пятый, одиннадцатый класс. Данный учебник тоже, учебные данные УМК, тоже в полном объеме вся линейка у нас вошла в обновленный федеральный перечень с пятого по одиннадцатый класс, и также рассчитана на два уровня подготовки, на базовый и углубленный уровни. И на сегодняшний день, да, нужно отметить, что это единственная полностью завершенная линейка для изучения немецкого языка второго иностранного, которая у нас непосредственно находится в федеральном перечне. Ну и вот посмотрите, пожалуйста, на общеевропейскую компетенцию владения иностранным языком, так как данный проект, данный учебник является совместной работой издательства «Просвещение» и немецким издательством «Карнельсен», то, соответственно, конечно же, он и опирается на общеевропейские компетенции владения иностранным языком. Пятый, шестой класс, значит, это уровень А1, уровень А2 – это седьмой, девятый класс, и уровень Б1 – это десятый, девятый класс. При изучении немецкого языка второго иностранного в размере двух часов в неделю. При, так сказать, вот при прохождении данного курса и по окончании девятнадцатого класса наличие уровня Б1 вполне достаточно для того, чтобы сдать единый государственный экзамен. Соответственно, уровня А2 достаточно для того, чтобы сдать ОГЭ. Ну, и здесь вот представлены на данном Слайде, вы видите, несколько принципов, да? Für Horizonte stehen folgende Punkte im Vordergrund. Und wir beginnen mit dem Prinzip 1, das ist das Prinzip der Мюндlichkeit. Im Zentrum steht die gesprochene Sprache. Und die Schüler verwenden Deutsch im freien Gespräch. Aktiv, ob einzeln, in Partnerarbeit oder in der Gruppe. Okay, und weiter, da haben wir das Prinzip des Übens. Und Kommunikationsfähigkeit bedarf sprachlicher Bausteine und grundlegende Redemittel. Und diese Redemittel werden geübt. Also in jedem Teil. Weiter, das Prinzip der Selbsttätigkeit und das Prinzip der mitteilungsbezogenen Kommunikationen. Und hier die Schüler sprechen möglichst oft als sie selbst. Also das heißt, sie sprechen nicht inhaltlich beliebte Beispielsätze, sondern verwenden Deutsch, um eigene Gedanken und Inhalte auszudrücken. Und dieser Moment ist sehr wichtig, denn in dem Moment, wenn es notwendig ist, dass wir die Kompetenzen, das heißt, wir sprechen bei изучenememischem Sprache, und eigentlich bei изучenememischem Sprache, das heißt, dass es wichtig ist, dass wir die Kompetenzen kommunikationen oder die Kompetenzen sind, dann müssen wir lernen, dass wir die Sprache benutzen, dass wir die Sprache benutzen, wie ein Instrument, für die Dialog, für die Zusammenarbeit, für die Kultur und so weiter. Das ist, insofern, nur ein Instrument, und die Sprache, dass wir ihn benutzen müssen, indem wir ihn in realen Leben nutzen. Deswegen die Sprache, die Sprache in diesem Übergang, die Sprache, направлены на отработку коммуникативной компетенции, коммуникативных навыков, они как раз-таки направлены на то, чтобы учащиеся могли решить конкретную коммуникативную задачу. Ну и, конечно же, основывались там на каком-то уже своем опыте и могли сформулировать, так сказать, свои желания и идеи, не те, что предложены авторами учебника, а непосредственно свои, вот, высказать именно свою точку зрения. Плюс книга для учителя. Я очень рекомендую вам пользоваться вот данным пособием, данным, так сказать, дополнением, одним из компонентов ОМК «Горизонты», потому что, действительно, книга для учителя, она облегчает подготовку к урокам, она облегчает, так сказать, формирование учебного процесса, потому что здесь не листается, секундочку, вот так. Вот, так, значит, в книге для учителя представлено, вот, как вы видите на данном слайде, примерное календарное планирование, плюс книга для учителя также предлагает какие-то, так сказать, разнообразные подходы к выполнению того, ну, то есть одного и того же задания, опираясь на то, вот, какая у вас группа, какой у вас класс, так сказать, ну, делает ли успехи в немецком, а если нет, то, соответственно, можно выбрать какой-то другой подход, который будет максимально эффективным именно вот в вашей ситуации и так далее. Плюс, вот, как я уже говорил, мы видим страничку из книг для учителя, то есть здесь учитываются и дифференцированная работа с каждым отдельным учеником. Также есть вот ссылки на задания и треки, это что касательно аудирования. Плюс работа с источниками в интернете тоже также является одним из аспектов, требуемых федеральным государственным образовательным стандартом. Задания в формате языкового портфеля, это, непосредственно, те результаты, которых добиваются учащиеся в процессе изучения немецкого языка. Ну, и, конечно же, ключи, ключи, которые помогут вам быстрее производить процесс контролирования выполняемой работы, ну, и, собственно, сократить как-то время на проверку тех или иных заданий. Ну, и теперь вот я хотел бы обратиться к планированию, вот именно внедрению второго иностранного языка в учебный процесс. Вот тут я уже где-то прочел, что у некоторых случается такая ситуация, что я вот говорил в идеале, нам необходимо два академических часа, да, там с пятого по одиннадцатый или по девятый класс, то есть два часа, это, конечно же, в идеале, но не всегда возможно найти место для двух часов в неделю. Плюс преподавание второго иностранного языка очень часто может начинаться не с пятого класса, с седьмого, с восьмого класса, иногда даже с девятого класса. И вот ввиду отсутствия фиксированного количества часов на изучение второго иностранного языка, мы говорим о федеральном уровне, да, общеобразовательные организации вправе самостоятельно устанавливать, то есть первое, это класс, с которого обучающиеся начинают усваивать второй иностранный язык, и второе, это количество часов на изучение второго иностранного языка. То есть вот видите, как вы видите ниже, вот очень различные бывают варианты, то есть кто-то там с пятого класса вводит по два или по одному часу в неделю, у некоторых шестого класса по одному часу в неделю, и даже начиная с седьмого класса по одному часу или по два часа в неделю, или с 8 класса, то есть по часу в неделю этого достаточно, чтобы второй иностранный язык, так сказать, был внесен в аттестат по окончании 9 класса. Ну и, конечно же, если изучение начинается с 9 класса непосредственно, то минимальное количество часов здесь 2 часа. Меньше, к сожалению, не получается, потому что нам необходимо определенное количество часов для того, чтобы оценка по второму иностранному языку была в аттестате у учащегося. Плюс некоторые рекомендации по разработке рабочих программ по второму иностранному языку. Мне бы хотелось здесь сказать, что обязательными разделами рабочей программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования являются первое – это планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, содержание учебного предмета, а также тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Образовательные организации могут самостоятельно определить срок и объем часов на освоение рабочей программы, также выстроить последовательность изучения учебного материала и распределить его по годам, либо по классам обучения. Также скорректировать объем учебного материала. То есть вот этот пункт является, так сказать, важным, потому что часто мы встречаемся вот, скажем так, с таким вопросом, нам задают вопрос такого содержания. То есть вот есть у вас учебник, например, ну скажем там «Горизонт», да, второй иностранный язык, как мы с вами говорим сейчас в большей степени о втором иностранном языке. Учебник перенасыщен, много упражнений, слишком много заданий, что с этим делать? Так вот, ну, как я уже сказал, то есть образовательная организация вправе самостоятельно скорректировать объем учебного материала. То есть то, что есть у нас в учебнике, это не обязательно должно быть все абсолютно использовано на уроке. То есть потому что вот если у вас всего час в неделю, то, разумеется, там весь материал в полном объеме, материал, ну скажем там, книги, материал из рабочей тетради, а если вы еще там хотите какие-то дополнительные задания на отработку тех или иных грамматических конструкций взять, весь материал, конечно же, вы не сможете использовать. Поэтому здесь вам нужно просто отбирать, так сказать, самое необходимое. Оставляете, так называемый, костяк, то есть скелет вашего урока, самое основное, да, это грамматика, лексика, самые, так сказать, самые основные задания, самые основные задания на отработку той или иной лексики, той или иной грамматики, ну а уже все остальное, это уже по усмотрению. Плюс вот последний пункт, да, общая образовательная организация, образовательная организация в праве может самостоятельно составлять рабочие программы, соответственно, по учебным предметам. Ну и разработка учебной программы, рабочие программы по второму иностранному языку имеют ту же самую структуру, вы наверняка все знаете, что и рабочие программы по предмету иностранный язык, ну и должны содержать три основных пункта. Это планируемый результат освоения предметов второй иностранный язык. Далее, так, у нас тут вопросы, всего 34, да? Нет, выше, вот, то есть, если начать из жизни, там пошли уже. Да, а, все, ладно. Хорошо, ну в конце ответим на вопросы. Значит, должны содержать три основных пункта, да, это планируемые результаты, содержание предметов второй иностранный язык, а также тематическое планирование. А если вы помните, что раньше список был намного больше, то есть, он содержал в себе 8 пунктов, там и пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета, курса в учебном плане, личностные, метапредметные, предметные результаты и так далее. То есть, сегодня, после того, как структура рабочей программы была, так сказать, обновлена, вот она имеет три основных пункта. Далее. Ну, вот, опять же, говоря о втором иностранном языке, у нас имеется сборник примерных рабочих программ к УМК «Горизонты», который вы можете использовать вот за счет, можете использовать в своей деятельности. Здесь у нас, значит, имеется описание места предмета в учебном плане, то есть, рабочие программы, данные рабочие программы, они рассчитаны на 2 часа в неделю, 34 учебные недели и 68 часов. Ну, соответственно, если у вас там, вот, так сказать, ситуации бывают разные, вот я уже вижу очень много сообщений, это там 1 час в неделю или еще меньше, куда еще меньше, это, конечно, непонятно. Но тут вы, в любом случае, у вас есть хотя бы основа, та основа, которую можно корректировать, подстраивать под себя. Ну, и вот данные учебные, примерные учебные программы, они, конечно же, обеспечивают достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Ну, личностные результаты, это, понятно, воспитание российской гражданской идентичности, также формирование ответственного отношения к учению, формирование целостного, в принципе, мировоззрения, метапредметные результаты, это умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе. Ну, и, соответственно, предметные результаты, это самое основное, это формирование навыков речевой деятельности, то есть в коммуникативной сфере, формирование языковой компетенции, социально-культурной, ну, и в познавательной сфере, это умение сравнивать языковые явления родного языка и, соответственно, изучаемого языка. Так, ну, вот вы видите некоторые выдержки из данных рабочих программ, то есть описание содержания курса, основное содержание линии, плюс виды речевой деятельности, коммуникативные умения, то есть что должны уметь учащиеся на каждом этапе изучения немецкого языка, то есть это говорение, диалогическая речь, аудирование, далее грамматическая сторона речи, непосредственно требования к грамматике, какими темами нужно владеть и на каком уровне. Ну, и тематическое планирование. Ну, вот здесь вы видите, это примерное тематическое планирование, рассчитанное на 2 часа в неделю для 5 класса, но, как я уже сказал, вы всегда можете это все изменить и подстроить непосредственно под ту ситуацию, в которой непосредственно работаете вы. Ну, и опять же, в процессе изучения немецкого языка, как второго иностранного, как первого иностранного, тут нет никакой разницы. Значит, очень важную роль играет формирование иноязычной коммуникативной компетентности, да, вот это, и это выступает целью обучения иностранным языкам в школе. Ну, коммуникативная компетентность, что это вообще такое? Значит, это вот как раз-таки процесс, процесс обучения иностранным языкам, который призван сформировать у учащихся способность участвовать в непосредственном и опосредственном диалоге культур. Ну, и вот сегодня есть два таких термина, как компетентность и компетенция. Вот компетентность представляется нам как вот именно коммуникативная компетентность. Это более широкий термин, который включает в себя непосредственно ряд других, в частности, ряд компетенций. Вы видите, значит, это у нас языковая компетенция, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенция. Языковая компетенция предполагает овладение языковыми единицами в соответствии с теми темами, ситуациями и сферами общения, а также навыками употребления вот тех языковых единиц и, соответственно, употребления их в коммуникативных целях. Далее у нас идет с вами речевая компетенция, это способность понимать при чтении и аудировании аутентичные тексты. А нужно сказать, что горизонты содержат огромное количество различного рода текстов, но так или иначе они являются аутентичными. Социокультурная компетенция предполагает знание социально-культурной специфики, то есть традиции страны изучаемого языка, культура, история и так далее. Учебно-познавательная компетенция – это совокупность общеучебных и специальных учебных умений, позволяющая совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранного языка. Ну и, собственно, лексический компонент – языковая компетенция. То есть вот я хотел бы остановиться на данном компоненте, потому что он является одним из самых важных. Как по-другому, у нас в процессе обучения немецкому языку, у нас, так сказать, на первый план всегда выдвигается грамматика. Но на самом деле грамматика – это всего лишь инструмент. И если изучать только грамматику, учащиеся никогда не научатся говорить. Ну, так это вот, таковы реалии изучения иностранного языка. То есть на первый план все-таки мы предлагаем выдвинуть лексический компонент, и лексика играет решающую роль при изучении того или иного языка. Далее, значит, ну вот вы видите небольшую табличку «начальная школа». То есть начальная школа у нас предполагает, вот если мы говорим о первом иностранном языке, то в период изучения немецкого со второго по четвертый класс учащиеся набирают, так сказать, слова в количестве лексических единиц, в количестве вот 500 лексических единиц. Дальше они получают начальное представление о способах словообразования, ну и плюс об интернациональных словах. Так или иначе, они появляются у них в текстах, в заданиях. В основной школе эти 500 лексических единиц расширяются, увеличиваются до тысячи, плюс здесь происходит развитие навыков уже употребления в речи изученных лексических единиц, ну и они приобретают непосредственно знания основных способов словообразования, а также соблюдение норм лексической сочетаемости. Ну вот уже в старшей школе мы уже говорили, что учебники «Горизонты» и «Вундеркинды плюс» тоже, они выводят учащихся на уровень B1, а это соответствует наличию у учащихся в запасе 1400 лексических единиц, что в принципе достаточно для комфортного общения в повседневных ситуациях, то есть это покупка в магазине, какие-нибудь путешествия, обсуждение отпуска, каникул, путешествий или рассказы о себе и так далее. Ну и плюс также здесь отрабатываются навыки работы со словарем, что тоже является очень важным компонентом, важной составляющей, потому что уметь работать со словарем, находить какую-то определенную информацию, очень важно, важно этому научить учащихся, чтобы они могли с этим работать. Ну и проектная работа на уроки немецкого языка. То есть вот мы говорим с вами о том, что очень важно развивать все высшие перечисленные компетенции, виды речевой деятельности, но вот где их можно развить, это большой вопрос. Ну и вот ответом на такой вопрос является как раз-таки проектная работа сегодня. Данная проектная работа, конечно, в принципе, проектная работа может быть реализована на уроке абсолютно разными способами, но она всегда должна быть. И вот что есть проект на уроке немецкого языка, сейчас мы попробуем с вами разобраться. Ну, во-первых, проект характеризуется, вот вы видите, следующими пунктами. То есть, во-первых, у проекта всегда должна быть какая-то цель, и будет очень хорошо, если все-таки цель проекта непосредственно, ну, какая-то общая цель, она задается либо в учебнике, либо учитель непосредственно сам формирует данную цель, но вот, так сказать, уже какую-то конкретную цель, какую-то конкретную тему учащиеся должны выбрать самостоятельно, потому что вот проект – это как раз-таки то место, где вырабатываются, отрабатываются универсальные учебные действия. То есть, самостоятельная постановка задачи, затем поиск и реализация путей достижения той или иной задачи. Также проектная работа – это не только вот про язык, да, то есть приобретение языковых каких-то навыков, это, конечно, всегда так, но более того, значит, проектная работа – это еще и то место, где учащиеся смогут научиться общению в группе, потому что, говоря о проектной работе, это всегда, так сказать, групповая работа в большинстве случаев. Ну и, то есть, развитие каких-то навыков работы в команде, то есть проект вот способствует и приобретению данных компетенций. Плюс, вот я уже сказал, что в рамках проекта, проектной деятельности формируются отличным образом личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные навыки. Вот коммуникативные навыки, я сказал, сюда также относятся и работа в команде, непосредственно работа со своими одноклассниками. Регулятивные универсальные учебные действия отрабатываются следующим образом, то есть учащемуся нужно, как я уже сказал, ну, спланировать стратегию выполнения той или иной задачи, ну, и непосредственно выполнить ее. Познавательные универсальные учебные действия, ну, в процессе подготовки проекта учащимся всегда приходится пользоваться какой-то дополнительной информацией. Чаще всего данная информация берется из текста, здесь отрабатывается и поисковое чтение, то есть когда им нужно большое количество информации прочесть и только по заголовкам, по каким-то аннотациям найти подходящую для себя информацию, ну, а потом уже непосредственно более детальное ознакомление с тем или иным текстом. Ну, и формы проектов в школе, вот, если говорить о, ну, вы видите, они представлены на экране, если говорить о проектах, в принципе, в горизонтах, это второй, да, иностранный язык, то здесь, конечно же, речь идет в основном о маленьких проектах или же так называемых мини-проектах, потому что при условии, то есть, такого маленького количества часов, отведенных на изучение второго иностранного языка, конечно же, времени на большие долгосрочные проекты, к сожалению, нет. Но, тем не менее, тоже такие маленькие проекты, которые рассчитаны на один-два часа, должны иметь место вот в учебном процессе. Ну, и несколько, вот, так сказать, чтобы проектная работа была максимально эффективной, то есть, нужно составлять, нужно формировать такие группы учащихся, где всегда будет непосредственно человек, такой вот модератор проекта, человек, который будет в дальнейшем презентовать вот какой-то продукт, а у проекта всегда есть какой-то продукт, также человек, который будет учащийся, да, который будет следить за выполнением, то есть, или за соблюдением тайминга, то есть, будет выставлять задачу выполнения там, грубо говоря, найти информацию, найти картинки и так далее, и вот человек, который будет следить за выполнением вот этих вот задач. Ну, и тот, который будет, собственно, оформлять всю работу вместе со своими, конечно же, одноклассниками, но он будет ответственен вот именно за вот эту часть. И вот когда, так сказать, все, и когда вот все, вот эти, так сказать, роли будут распределены, проект будет максимально эффективным. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь есть некоторые проекты работы, проекты деятельности на уроке немецкого языка, и вот когда проект будет максимально эффективным, да, если мы посмотрим на тему, то вот проект будет максимально эффективным, как я уже сказал, если учащийся, да, вот вы видите, это вторая шпальта, цвай, вот здесь, значит, если учащиеся самостоятельно определяют для себя тему и непосредственно содержание своего проекта. Далее материалы. То есть материалы учащиеся тоже должны искать самостоятельно. Конечно же, вот вы видите, что, если вы видите, что учащиеся испытывают какие-то сложности, трудности, то им всегда можно помочь. Но если все-таки материал, который будет использован для подготовки к проекту, предоставляет учитель, то, к сожалению, это уже не является проектом, потому что ученик должен вот выполнить какой-то, так сказать, пройти какой-то процесс поиска, отбора и так далее. Формирование вот своих рабочих целей, да, то есть цели вот эти вот должны быть сформированы тоже самостоятельно. Я вот вам на предыдущем слайде показывал, что проект будет эффективным, если в нем, ну вот внутри каждой группы будут распределены роли. Соответственно, здесь вот как раз-таки, если ученики самостоятельно распределяют эти роли, это тоже сказывается максимально эффективно. То есть в данном случае проект будет максимально эффективным и полезным для самих учащихся. То есть непосредственно отработка универсальных учебных действий. Ну и так далее. То есть вот табличка представлена, это согласно данной табличке преподаватель, учитель должен, ну, так сказать, максимально абстрагироваться от проекта и, так сказать, передать все управление, все образы правления в руки учащихся, чтобы они показали свою креативность и свое умение формировать цели и достигать их. Ну и вот наши учебники, в частности, вы видите, это учебник из Вундеркинды плюс, пятый класс. Очень много проектной деятельности, заданий, направленных на отработку тех или иных тем в виде проектов. И каждый проект, он может быть выполнен абсолютно вот в разных форматах. В учебнике эти форматы предлагаются. То есть где-то это экскурсия, где-то создание маленького фильма. Ну, самое элементарное и всем знакомое, это создание презентации, либо какой-то газеты. И также создание вот майндмэп. Майндмэп – это вообще вот создание таких вот ассоциаций, когда учащиеся выбирают одну тему, подбирают непосредственно необходимые слова, вокабуляр и вот создают такие майндмэпы. Вот один из примеров. Вы видите, да? Если учащиеся вот могут создать такой майндмэп, такую ассоциограмму, а затем по ней представить проект, то это, конечно же, максимально будет полезно для учащегося. Во-первых, он самостоятельно подобрал вот ту или иную информацию, составил ассоциограмму и более того, смог ее представить. То есть в таком случае все требования, которые выдвигаются для проектной работы, они будут учтены. Далее. Использование вот каких-то средств на уроке, так называемые «Digital-Medien-Deutsch-Unterricht». Здесь вот мы предлагаем вам пользоваться такой платформой, как Quizlet. Некоторые уроки уже внесены, даже некоторые лекции внесены уже в данную программу. Внизу вы видите QR-код, и, собственно, можете найти в данной программе лекции не только к Вундеркиндам, но и QR-код, видите на экране. И вы найдете не только там лекции к Вундеркиндам, но и к Горизонтам. То есть вы просто выбираете нужную лекцию, выбираете на экране, вот вы видите QR-код, либо просто вот впишите в поисковик Quizlet, и там вбиваете в поиски непосредственно лекция, там вот вторая, или там Вундеркинды, Горизонты, что вас интересует. Находите папочку Горизонта или Вундеркинды, и там уже есть лекции, некоторые лекции по разным классам. Если нет какой-то лекции, которая вас интересует, вы всегда можете самостоятельно создать данные лекции вот в этой программе. Плюс вы здесь можете, учащиеся могут тренировать в интерактивной форме вокабуляр к тем или иным лекциям, создавать интерактивные карточки, затренировывать письмо. И вот вы видите последний пункт, это тесты. Здесь возможно формирование, составление тестов на основе того вокабуляра, то есть, ну, который вы выбрали, там лекция вторая, третья и так далее, соответственно, класс тоже. Генерирование вот этих вот тестов происходит автоматически, поэтому тестов может быть огромное количество. Если у вас 20 человек в классе, возможно использовать, возможно создание 20 тестов и так далее. Плюс также автоматически генерируются и ответы к этим тестам, что поможет вам быстро проверить ваши, ну, ответы. Ответы учеников, учащихся. Ну, и хотел бы упомянуть еще о наших новинках, значит, и начать я хотел бы вот со словарной тетради КУМК «Немецкий язык» «БИМ» «Начальная школа». Данная линейка у нас «Немецкий язык» Инесса Львовна «БИМ» также находится в федеральном перечне, поэтому поддержка ее не прекращается. Внизу вы видите ссылочку для перехода в наш каталог shopprosv.ru. Там вы найдете данные тетради, они уже доступны для заказа. В данных тетрадях отрабатывается лексика, лексика начальной школы методом перевода с русского, затем с немецкого на русский язык. Плюс вот еще одно учебное пособие, это «Готовим руку к письму», это уже учебное пособие из серии «Вундеркинды плюс», является составной частью ОМК «Вундеркинды плюс» и может быть также использовано и при работе с другими ОМК, то есть, к примеру, если это у вас «БИМ» или любой другой учебно-методический комплекс. То есть данное учебное пособие направлено на поэтапное освоение обучения письму на немецком языке. Ну вот, таким вот образом выглядит задание. Вот в этом учебном пособии «Готовим руку к письму» плюс контрольные задания КУМК «Вундеркинды плюс», это 6-7 класс. Подготовка учащихся к промежуточному и итоговому контролю, к государственной итоговой аттестации в 9 классе. Контрольные работы соответствуют содержанию учебников «Вундеркинды плюс», для 6-го и 7-го класса. Плюс все контрольные работы представлены в двух вариантах. Таким вот образом выглядят данные контрольные работы. Вы видите, например, здесь тест А и тест Б. Как правило, тест А рассчитан на всех учащихся, потому что он подготовлен с учетом базовых знаний немецкого языка. А тест Б он уже немножечко посложнее. Ну и, так сказать, для ребят, которые проявляют успехи в изучении немецкого языка, можно предложить выполнить тест Б. В конце имеется итоговый тест плюс ответы к данным заданиям. Серия «Готовимся к экзамену. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ». И обратите внимание, устная часть ЕГЭ, она была доработана и изменена в соответствии с изменившимися требованиями к устной части по единому государственному экзамену. Дальше. Ну вот наша новинка – это немецкий язык, грамматические тренажеры. Пока только для начальной школы, но в дальнейшем планируется выпуск и планируется продолжение данной линейки «Грамматический тренажер» автора Бакирова. Вот таким вот образом выглядят задания в данном учебном пособии. Большинство заданий выполнено в игровой форме. Плюс также здесь отрабатываются не только грамматические какие-то навыки, но и лексическая составляющая. Немецкий язык, практическая грамматика. Данные учебные пособия поделены в соответствии с уровнем владения иностранным языком. Уровень А2, А1, А2. И, соответственно, дальше планируется выпуск уровня Б1. Ну и немножечко о всероссийских проверочных работах по немецкому языку. Данные учебные пособия вы тоже можете приобрести в нашем каталоге – это shop.prost.ru. Аудио к данному учебному пособию находится тоже вот по ссылочке. Ссылочка указана на экране. Далее. Письменное. То есть данные пособия состоят из письменной части, которая включает в себя задания на аудирование, задания на чтение и лексико-грамматический тест. Значит, задания на аудирование имеют довольно-таки классическую форму. Прочесть предложения, подчеркнуть ключевые слова, прослушать диалог, сделать записи, поднять содержание в целом, отметить правильные ответы, затем прослушать повторно и повторить правильность, проверить правильность этих ответов. Довольно-таки стандартное задание для аудирования. Задание на чтение. Здесь предлагается прочесть мини-тексты, понять их основное содержание и соотнести рубрики с текстами. Здесь вот одно из таких проблем, возникающих часто у учащихся. То есть, многие учащиеся не могут разделить, так сказать, или различить рубрику от заголовка. И здесь, конечно же, нужно объяснить учащимся, в чем разница между рубрикой и заголовком. И что вот рубрика – это все-таки нечто такое, что является более обобщенным. И, ну вот, например, здесь вы видите, да, то есть, представлен текст и две темы к этому тексту. То есть, одна из тем, она более, так сказать, обширная, ну а вторая уже непосредственно является заголовком текста, потому что отражает непосредственно содержание текста, а не просто вот ту тему, к которой этот текст относится. Далее, лексико-грамматический тест, он у нас содержит два типа заданий. Задание на контроль овладения грамматическими навыками и контроль навыков использования лексики. Вот, ну, примеры таких тестов вы тоже видите. Устная часть. Устная часть, первое задание – это правильность прочтения незнакомого текста. Здесь проверяется, конечно же, не только вот произношение, беглость чтения, но и знание лексики. Потому что если лексика и понимание текста, если учащийся не поймет, так сказать, смысл текста, ту информацию, которая в нем находится, то, соответственно, и текст не может быть прочтен правильно, интонационно правильно, то есть по интонации, по тому, как учащийся произносит те или иные слова, можно будет понять, понимает он текст или нет. Ну, и в данном случае учащиеся сталкиваются чаще всего с тремя типами трудностей – фонетические, содержательные и психологические сложности. Ну, фонетические, понятно, это вот первый текст, это только отработка, чтение, регулярная отработка. Содержательные, содержательная часть – это непосредственно тот контент, который содержится вот в данных всероссийских проверочных работах, но, опять же, методом регулярной тренировки, выполнением тех заданий, которые есть вот в данном учебном пособии, возможно преодолеть и данные сложности. Психологические сложности связаны в первую очередь с тем, что вот чаще всего эти ВПР проводятся на контроле этих, такого типа заданий проводятся на компьютере, поэтому учащимся сложно, так сказать, выполнять вот там какую-то часть говорения или чтения, устную часть, именно вот работая с компьютером, потому что нет какого-то фидбэка, речь просто записывается на диктофон, и вот именно в данном случае возникают какие-то психологические сложности. Ну вот, так, тут очень плохо видно. Описание фотографии. Описание фотографии – это одно из основных, так сказать, или сложных, одно из сложных заданий, вот именно данного вида контрольной работы. И у нас здесь в дополнительных заданиях, то есть после примерных вариантов, находятся задания для дополнительной подготовки вот к всероссийским проверочным работам. То есть задания направлены на формирование стратегии выполнения тестовых заданий. И здесь вот также имеются тексты, описание фотографии и подготовка к описанию фотографии, то есть наличие некоторого словарика, который может быть использован при описании фотографии, каких-то конструкций, полезных конструкций. Ну и, конечно же, есть некоторые тексты. Тексты, описание фотографии, они не должны быть использованы как некий пример, так сказать, но просто в процессе подготовки вы все равно сможете ими воспользоваться или хотя бы опираться на данные примеры, потому что данные примеры описания картинок, они, конечно же, сформулированы авторами в соответствии со всеми требованиями, которые выдвигаются именно в данном виде проверочной работы, ну и, собственно, могут быть полезны. Социальные сети. Значит, коллеги, подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы оставаться в курсе наших обновлений. Вот у нас есть страничка на Фейсбуке, вы видите вверху ссылочку, либо просто пишите про освещение иностранной языке. Там мы регулярно публикуем информацию о наших мероприятиях, вебинарах и, конечно же, о наших новинках по иностранным языкам. Также у нас есть страничка, такая же страничка и ВКонтакте про освещение иностранной языки. Просто пишите в поисковике про освещение иностранной языки, языки сразу высветится. Это страничка. То же самое, она по всем иностранным языкам, вся актуальная информация находится на данной странице. И есть отдельная страничка, это группа, опять же, в Фейсбуке Горизонты. Там информация исключительно по данному ОМК. Там вы также можете задать вопрос. Там есть раздел такой, кнопочка «Задать вопрос». Либо вы можете написать нам в редакцию, вот по данному адресу, либо позвонить, если у вас возникают какие-то сложности в процессе преподавания немецкого языка и в процессе пользования нашим учебно-методическим комплексом. Так, ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Так, сейчас мы посмотрим вопросы еще. Так, с самого начала, да, начинай? Ну да. Ну вот, я отвечу на первый вопрос. Вот у нас тут, если второй иностранный язык в пятом классе и на него выделен всего один час в неделю, то по какому ОМК работать? Ну, я уже говорил, что в разных регионах ситуация складывается по-разному. Какая-то образовательная организация выделяет два часа, какая-то один час в неделю, но вы вправе самостоятельно определять именно вот количество материала, изучаемого там на определенном этапе в пятом, в шестом классе. Соответственно, вы берете тот же самый УМК «Горизонты» для второго иностранного и просто, ну, уже самостоятельно смотрите, какую информацию нужно оставить, какие упражнения могут быть вынесены за рамки, то есть, либо в качестве домашнего задания, в качестве дополнительного факультативного какого-то задания, то есть, тот же самый учебник «Горизонты», но уже адаптируете под один час в неделю, сокращаете материал. Так, ну, в нашей школе, так, работают по учебнику, а вене с пятого по девятый класс по часу в неделю. В принципе, одного часа в неделю с пятого по девятый класс достаточно для того, чтобы действительно второй иностранный язык был в аттестате учащегося. Так, почему же, по учебникам BIM тоже работают, сегодня эта линейка, она тоже находится в федеральном перечне, она предназначена для изучения немецкого языка как первого иностранного, и я говорил, что вот у нас мы продолжаем поддержку данной линейки, вот у нас одна есть новинка, это вот новинка «Учебные пособия для начальной школы». В школе так. Так. Ну, так, здесь у нас не вопрос. Да, так, а если... Так, вот вопрос. Если есть не примерные рабочие программы, а конкретные рабочие программы, тематическое планирование, ну, смотрите, смотря где есть, да, есть, у нас есть только, мы можем вам предложить только примерное тематическое планирование, опять же, с учетом двух часов в неделю, там, для пятого класса, да, это получается в общей сложности, за год 68 часов. Но если у вас меньше часов, и, к примеру, вы начинаете изучение немецкого языка не с пятого, а седьмого, с восьмого класса, то есть абсолютно бывают разные ситуации, то кто-то пытается за год пройти не один учебник, а два учебника. В таком случае, конечно же, там нужно программу уже переделать под себя и выбирать, ну, те темы, те непосредственно, ну, да, вот, как я уже сказал, те темы, которые вот учитель непосредственно сам считает нужным пройти, осветить и в том количестве, в котором он считает нужным. И, конечно же, здесь нужно опираться и на класс, вот, смотря, как быстро идет процесс изучения, какие темы легче даются, какие сложнее даются. То есть тут уже все индивидуально и зависит от конкретной образовательной организации. так, вот, ну, вот, как я уже сказал, то есть не у всех есть два часа в неделю. Так, да, конечно, вы можете обратиться ко мне с вопросом лично. Вот, Юрий, я вам отвечаю, сейчас я еще раз покажу данный слайд. Вот, пожалуйста, вы можете позвонить либо по телефону, либо написать письмо нам, вот, мне на почту. Я постараюсь оперативно ответить на ваш вопрос. Так, вы можете написать мне на почту, и, к сожалению, сегодня презентация не будет в рассылке, но вы можете написать мне на почту, и я вам вышлю укороченный вариант вот данной презентации. Так, пособия по грамматике А1 и А2 уже можно, они должны быть доступны у нас на сайте. Если вы не найдете данную информацию, то тоже пишите мне на почту, и я вам скину ссылочки. Так. Так, 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 так. Так, в девятом классе можно начать учение. Вот такой вопрос хороший. Для второго иностранного языка в девятом классе можно ли начать изучение по учебнику «Горизонты» пятый класс? Да, конечно, коллеги, так и нужно делать на самом деле, ведь мы понимаем, что если учащиеся в девятом классе, и они начинают первый год изучать иностранный язык, то каким образом они могут взять учебник девятого класса, ну, это, конечно же, нелогично, нужно начинать с уровня А1, «Горизонты» пятый класс рассчитан на уровень как раз-таки А1, просто там уже можно отбирать, смотреть уже, так сказать, ориентируясь на класс, на ситуацию, отбирать материал, но в любом случае нужно начинать с учебника, конечно же, пятого класса, если преподавание второго иностранного языка начинается с девятого класса. В принципе, с любого класса, если начинается у вас не с пятого, вы в любом случае, в любом классе берете учебник для пятого класса. А где их найти? Вы имеете в виду учебники? Если учебники, то вы, конечно же, можете найти данные учебники у нас на сайте, в нашем каталоге, вот я его показывал, это shop.prost.ru. Учебники также доступны и в магазинах, то есть в книжных магазинах, во многих книжных магазинах ваших городов. Если нет, то опять же пишите нам, пожалуйста, на почту, и мы постараемся помочь вам с приобретением учебников, если вам это будет необходимо. Так, и вот тут много очень комментариев сейчас. Так, еще раз вот просят ссылку для аудирования ВПР в седьмом классе. Давайте я прям вот быстренько вернусь назад и покажу вам эту ссылку. Вот она, вот. Пожалуйста, вот ссылочка на аудирование ВПР. И еще такой момент. Очень многие сталкиваются с такой проблемой, что не могут найти аудиокурсы к Горизонтам или к Вундеркиндам. Вы, так, не могут найти аудиокурсы, либо книги для учителя, которые доступны для бесплатного скачивания у нас на сайте. У нас вот как раз-таки в группе в Facebook и ВКонтакте, я показывал там наши группы, да, про освещение иностранных языков, там у нас есть посты по каждому УМК и со всеми ссылочками для каждого класса. Ссылка на аудирование, ссылка на книгу для учителя. В любом случае, если возникают опять же какие-то вопросы, вы всегда можете нам написать или позвонить. Это такс у немецкого языка. Так, что тут было еще? Так, ну вот я уже ответил, да, на эти вопросы. Сертификаты есть, коллеги, перейдите в раздел файлы, и там вы можете скачать сертификаты. Да, печатного варианта книги для учителя больше не печатаются. Они доступны вам, то есть мы сделали их бесплатными, они доступны у нас на сайте, поэтому скачивайте, пользуйтесь, все абсолютно бесплатно. Уважаемые коллеги, ссылки работают, мы их проверяли. Опять же, вот напишите мне на почту, я вам скину еще раз эти ссылки. Может быть, конечно, что случилось с сайтом, но буквально на днях все ссылки работали, и все благополучно скачивали файлы с нашего сайта. Поэтому, если что, еще раз повторюсь, пишите, пожалуйста, нам на почту. Если вот у вас возникнут какие-то вопросы, сразу пишите нам, и мы постараемся вам помочь. Так, ну, у нас какой-то, в какой-то период времени у нас действительно были небольшие проблемы, но уже проблемы устранены, поэтому сейчас все ссылки рабочие. Так, ну, вроде бы все, да. Хорошо, спасибо вам за внимание еще раз.